Больше как 100 тысяч тонн шкодных речево утрапило у атмосферы Гомельщины за автотранспортом в минулом году. Колькость машин в регионе постоянно возрастает. Сегодня автовладальником заявляется каждый третий же Харвобласти. И все же на один день некоторые из них свято изменили статус водителя на статус пешехода. У меня есть свой автомобиль, но в данный момент в летнее время в основном я езжу на работу на велосипеде. Я считаю, что важно думать об экологии не только один день в году, но и думать об этом постоянно. Потому что даже такая мелочь, как мойка автомобиля, она вносит свою лепту в окружающую среду. Когда мы приезжаем с общественных дорог во дворы, мы заносим на своих автомобилях грязь, которая в свою очередь остается в тех же дворах и влияет на здоровье наших детей. Поэтому давайте будем заботиться о здоровье и о будущем в моей среде окружающей. Но вот про великим жаданьи не смогли бы отмовиться от авто водителей громадского транспорта. Но и они нашли способ доучиться до акции. Так, в ранний час пик водители маршрутных такси пропоновали пассажирам проехать бесплатно. У якости проездного достаточно было предъявить посвящение водителя и техничный паспорт своего автомобиля. Если я откажусь от машины в такой день, кто же вас возить будет тогда? Утром, с утра никто не обращался сегодня с правами, никто ничего не показывал, но я бы подвез обязательно, если бы была такая возможность. Захование экологии сегодня задача для всех. До прикладу Мазырский нафтоперопроцедовщий завод у опошней годы активно налаживая выпуск Палева с полепшенными экологичными характеристиками. Повеличены пропускные сдольности в улице областного центра Кирова, Полеска и Головацкого. Разгрузить транспортные артеры Гомеля допомогло и частковое открытие у сходного обхода. Постоянно обновляется автобусный парк. Только в минулом году появилось 16 автобусов высоких экологичных классов. У всех это и другие меры дозволяют опошние четыре годы снижать объем шкодных выкидов у атмосферу. При этом на вот малая лепта особного водителя мае значение для аульной справы.